Здравствуйте! Соскучились? Чем шевеете? Что нового изобрели? Пишите буквы под видео или в инстаграм. Сегодня ничего печатать не буду, а буду только разрушать вот этой вот замечательной китайской мельницей. А разрушать то у меня есть чего. Вот сколько хлама для испытания этой мельницы. Разрушать я буду не просто, а для будущих экспериментов. Я хочу смешать PLA, Hips и ABS. И посмотреть какой же пруток с этого получится. Для тебя у меня хорошая новость. 16 марта мы разыграем фотополимерный принтер. Но об этом в конце. Поехали! АБС, Hips, PLA. Все это остатки неудачно напечатанных моделей. У меня просто рука не поднималась, вытянуть их. Также я попробую измельчить пробки от PET бутылок. Представляете сколько бутылок я уже порезал. Ну и напоследок хочу позабавиться и закинуть аудио и видеокассету целиком. Интересно в какой хладимеоз они превратятся. Надо же будет складировать надробленный материал. Эх, ну как же мы жили без пластиковых бутылок. Ну вот и контейнеры для дробленки готовы. Да и конечно же я забыл рассказать об этой невзрачной кастрюльке. Нет, это ни в коем случае не реклама. Ну конечно братья из Поднебесной меня очень порадовали. Разгон ножей у этой пушки до 36000 оборотов в минуту. Аппарат выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Но если уж вам сильно интересно больше знать про этот аппарат, на всякий случай оставлю ссылочку. Вот зверюга, ну будем засыпать пластик. Я даже немножко очкую. Я немножко опасаюсь, а выдержит ли металл? Ведь осколки пластика отскакивают от ножа с бешеной скоростью. Выдержит ли эта китайская кастрюлька такие бешеные нагрузки? Запустим эту дурмашину. Я хочу показать все три измельченных пластика. По моему мнению, чем меньше измельчился, испытуемый полимер, тем хрупче получается напечатанная деталь. Если я не прав, поправьте меня. Проверим. Ого! Нифига себе! Подопытный ПЛА чем-то похож на кокосовую стружку. Надо будет кому-нибудь насыпать на кондитерское изделие. Пыла измельчился просто в пыль. Офигеть! Ну да ладно, будет лучше смешивать. Сперва хотел просто щеткой вычистить остатки полимера. Но без пылесоса тут, к сожалению, не обойтись. Да, измельчилось просто в хлам. Ну а теперь ссыпаем хипс. Все, что я измельчаю, это просто бракованные детали, которые я когда-то печатал. Мы что, открываем? Хипс измельчился просто в пыль. Это говорит о том, что деталь из данного полимера очень хрупкая. Измельченный хипс похож чем-то на активированный уголь. Но еще очень трудно чистится, потому что прилипает статически. Ну и наконец попробуем измельчить детали напечатанные из ABS. Вот они, у меня их целая куча. Засыплю цветной ABS. Красивая должна получиться пудра. Если хотите, я сниму отдельно серию, где измельчу вторичные детали из ABS. Попробую воспроизвести пруток на бобжик струдере. А вот ABS измельчился очень крупно. Это хороший показатель для данного полимера. Такую гранулу можно смело засыпать в экструдер. Очень много раз, мои приятели, вы, просили напечатать меня из этих замечательных пробок. Разбирающиеся в пластике понимают, что с них напечатать практически невозможно. Но я попробую напечатать из них. Хотя, если подмешать какой-нибудь пластик в эту будущую муку из пробок. Ну да ладно, сейчас проверим на аппарате, как все это измельчается. Сотни крышек, конечно же, у меня накопились не за один год. В основном это от пивасика, который я благополучно отпробовал. Упс, а тут аппарат у меня и задымился. Дядя гугл говорит, что ничего страшного в этом задымлении нет. Это просто обгорает заводская краска. Так что продолжим. Дробленка из полиэтиленовых крышек получилась очень странной. Разломанные куски в перемешку с чем-то похожей на вату. Ничего страшного, будем экспериментировать. Я же обещал попробовать напечатать из крышек. Как я говорил, может добавлю в этот полимер другой дробленки. Я теперь перстыкал более извращенным пытком. Измельчим кассету. Только я бумажку вытащу у нее. Потому что бумага все таки не пойдет. В простонародье это называется борода. Применить такое сырье я вообще не представляю куда можно. Борода так запуталась, что мне пришлось снимать верхний нож. Если вы знаете куда применить такое сырье, хвастайтесь предложениями под видео. Такое ощущение, что пластмасса куда-то испарилась и осталась одна лента. К сожалению, я не подресчитал и кассета просто не влезет в эту машину. У меня есть другая идея. Хотя, дай телефон позвонить. При уничтожении телефона стоял невероятно едкий запах, который жег горло и глаза. Что там может быть такого ядовитого? О, а телефон то почти целый. Стекло поменять, аккумулятор новый поставить. Может кто возьмется починить Кате телефон. Буду очень признательный. Точнее не я, а она. Ругаться наверное будет. Страховой случай может быть поменяют. Аппарат справился с задачей. Давайте я вам еще раз покажу что получилось. Если же вы все-таки решили заниматься таким геморроем, как экструдирование вторичным полимером. Начинайте вот с этих пластиков. АБС и ХИПС. Это самые легко доступные и перерабатываемые полимеры. Пыла, к сожалению, я никогда не экструдировал и не знаю как он себя ведет во вторичной переработке. А вот этот материал, по-моему полиэтилен низкого давления. Очень хорошо применяется не для печати, а для заливки пресс-формы. Думаю, что такая дробленка очень хороша для экструдера прямого действия. Можете спросить у яблежки гугла, сколько стоит такой аппарат. Вообще их по размерам несколько. Но я думаю, что проще можно сделать такой аппарат из болгарки. Тем более видео очень много. Мне было просто лень это делать. Советуйте, стоит ли смешать мне 3 полимера и получить новый тип филамента. Или все-таки по отдельности каждый пруток делать. Но и сейчас вот об этой непонятной куче транспортировочных блоках. Это фотополимерный принтер Orange 10 и он может быть твой. Для этого, если ты еще не подписан, нужно подписаться на мой канал, на канал Ивана и поставить буквы под определенным видео. Ссылка снизу. Я никогда не клянчу вас. Подписки, лайки, шняйки, колокольчики какие-то. Мне на них вообще нет. Просто будет объявить победителя именно по этому видео. И он будет проверять, есть ли там ваши комментарии. Но если не нужен вам притер, ну прибарыжите его. Это же халява. Большая просьба, те кто собирает литий-ионные сборки, пожалуйста свяжитесь со мной. Мне нужна необычная батарея на 60 вольт. Стучись в инсту, если хочешь дать мне отдельный совет или спросить у меня о чем-то. Или увидеть куски неотмонтированного видео первым. Жду от вас самых-самых летных идей. Я люблю такие. Но я с вами не прощаюсь, не болейте и храни вас Господь. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!